и всем привет друзья вы на канале сан грилл и мы продолжаем с вами проходить замечательную игру у firewatch расскажи мне пока в комментариях как тебе спалось ты проснулся ешь завтрак я надеюсь или готовишь завтрак рассказывай в комментариях чем-то там завтракаешь очень интересно это все прикольно прям все ваши любую любые ваши комментарии в любом случае будут прочитаны отвечены и так далее тому подобное а мы продолжаем проходить обалденнейшую игру фаер watch если ты помнишь мы с тобой остановились на том что у нас пикает какая-то приблуда приемник она называется сообщить о сигнале приемник что-то поймал эта штука как я нашел устройство которое ловит частот именно так и нашел отчеты прошлой ночью сейчас он шумит он словил час частоту как это может быть я не знаю ты должен выяснить хорошо я уже в пути я понял знаешь что я только что поймала нет бутылку текилы мажор буяна ты пьяна нет я в процессе распитие зашибись может плохая идея не хочу обламывать кайф но может совсем чуточку это плохая идея генри 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 что ты обламываешь кайф я подумала я могу не спать всю ночь и беспокоиться о том что потеряю работу из-за пожара в центре или я могу не беспокоиться и позволит вещам идти своим чередом нет никакого доказательства что мы были там мой взгляд сейчас направлен туда куда указывает этот приемник я люблю когда ты думаешь ай-яй-яй я просто оставлю тебя с твоими мыслями последнее что мне нужно очередной чё рация выключена зашибись а нахрена ты рацию ты выключил ты интересный и а почему ко мне не нужен допустим я хочу компасом пользоваться а не этой бедой но в принципе чё и так хорошо и с с е все видно мы идем на юго-запад зашибись вот примерно куда-то туда давай тоже мне прям стрёмненько теперь на запад я такое ощущение что сейчас мы кого-нибудь как найдем как найдем и как он нам звездюлей то на дает ранец там ранец изучить опа ёб твою мать вот так изучить ключи чё-то сейф 432 что ли сообщите сумку я нашел какую-то сумку с припасами легкое снаряжение одежда базовый набор но на ней была сигнализация думаю за нее приемник так бесился ты в порядке это была не ловушка я в порядке но здесь связка ключей не знаю почему они здесь прятаны на них написано национальный лес шошони пещера 452 это то что в ущелье да верно кто мог их взять и что блин в той пещере окей давай подумаем чё там думать погнали в пещеру говорит женщина с пол литра текила в животе может они паниковали уже хотели сбежать пожар их спугнул у нас были новые рации у нас было преимущество тяжело говорить о преимуществе когда стоишь в темноте посреди леса ну ты вернулся к себе на вышку может тебе тоже стоит выпить я еще не вернулся я смотрю на человека в твоей вышке или это не ты это не я куда иди то вернуться к вышке я забыл куда идти вышка где стоп мне вот туда вышка есть есть тут вышка да вон 200 метров ну или 200 чего то там футов убери рацию мне рацию приемник погнали опять кто то там тусуется опять кто то тусуется опять сейчас все мне побьют эти твари так пожар я правильно иду да а вон вышка то кто там нет никого чекаем чекаем дайте мне ствол какой-нибудь я ему дробью в это как и не дробью солью в жопу напихаю пустая вышка я никого тут не вижу он только что был там а как ты меня не узнала то а может быть и не узнала хренов не никого нету а где второй пожар это 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 вот ну точнее вот это второй а где первый ну давай открывай что делать открывай я не понял что в чем проблема то что мне делать надо вернуться к вышке ну я у вышки я на вышке даже может внизу выходи цистерна кран повернуть а что не так почему в дверь то я не смог зайти скажите мне кто-нибудь а прикрепленный плеер смотри его я не увидел меня достало что эти люди так с нами поступают мы должны просто сжечь это место делайла что подумай об этом я думаю твою мать это запись наших разговоров разговоров это кассета с записью нашего разговора в центре судя по звуку их записывали рядом господи и звучит так как будто мы его спалили и это была твоя идея ха ха нет мы в жопе нет да да именно так не паникуй боже что за херня творится генри день 78 ну что за херня творится откуда я знаю то знал бы уже давно бы все ответил давай вызывай там я не знаю национальную гвардию все что угодно у меня сейчас вырвет говорит она что такое сегодня рано утром кто-то вызвал вышку в другом секторе представился генри из двух троп сказали что мне известна причина пожара на лугу в апите класс так что я только закончил разговор с тем дозорным который теперь полагает известно ли мне что-нибудь более того я уверен что у тебя не единственная запись со вчерашней ночью так что у кого-то есть доказательства чтобы подкрепить эту теорию нам надо выяснить что они прячут в той пещере я сейчас туда пойду у нас осталось не так много времени если мы не найдем ответов на чертовы вопросы нас будут эвакуировать в наручниках да нормально все будет успокойся будем держаться вместе нам просто нужно держаться вместе рассказывать одну и ту же историю с первого дня про тех девчонок про человека который прервал наш разговор про все нам нужно быть честными последовательными да наверное ты прав я знаю где мы видели эту пещеру пещеру мы видели пещеру мы видели пещеру мы видели пещеру мы видели по моему где-то тут она была а вот вот это наверное замок да да получается нам по дороге и на лугу вернуться точнее не вернуться а повернуть направо да я надеюсь ну вроде да то есть мы сейчас выходим вот сюда идем вот по этой тропе да убери ты нахер бля прям ты смотри что делается смотри что делается наверное эта серия будет подлиннее мне прям интересно что там происходит ээээ да потом мы поворачиваем через бревно мы прыгаем оп перепрыгнули а вот где-то тут будет развилка сейчас а у меня теперь есть топор поэтому мне вообще на все по барабану надо теперь как-то спуститься получается да а то есть мы спускаемся идем по ручью направо мы же до ручья сейчас дойдем да я надеюсь или я куда-то не туда ушел ну видимо так потому что как иначе то по-моему так да и сейчас мы идем вот туда да мы идем вот в это ущелье такое небольшое ну как не относительно конечно оно небольшое это я чуть звезданул небольшое ну да 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 я все правильно сделал все правильно идем мы с тобой на самом деле вот где-то тут ага вот она и пещера а ну-ка что тут как-то по-другому все стало нет во 452 тихо 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 какого черта неустойчивые камни найти путь из пещеры протиснуться прикольно прикольно слушай игра прям завораживает я не знаю вот если б я сейчас еще и не думал о записи ха 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 здесь холодно ну логично это же пещера ха 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 давай f5 нажмем и попробуем хрен его за а нельзя да ладно там кроссовок просто какой-то чей то ха ... я даже не знаю как это все а чё что не так до убери ты это выход я бы честно говоря вот не полез бы в здравом уме в заперт пещер сообщить о ловушке пещеры эй ты там да что такое что ты нашел пока ничего потому что кто-то пытался меня запереть запереть ты видел кого нет кто-то захлопал даже так я нашел другой выход на леса не нашел а я и не увидел честно говоря то есть ты ничего не нашел нет там есть место где кто-то выбивал крюк сейчас вот там нет у меня нет никакого снаряжения для скалолазания у меня только мои веревки я пойду обратно двум тропам и поищу что то что можно использовать в качестве крюка звучит совсем не опасно бля я как мы не увидели то я чё ты я не слышал чтоб кто-то там лазил где я а это телеграфные эти столбы смотри можно 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 смотри как можно пройти то есть через пещеру мы не пройдем там захлопнулось все получается тут мы справа не пройдем но только вот сюда выходить то есть по телеграфом по телеграфному столбу вот ух ты укрытие делайла я только что нашел выход породы который кто-то использовал в качестве маленького укрытия думаю это был бит бриан будвин правда он построился настоящий замок да смотри крепостная стена тут свалено куча камней он построил стену и укрепление господи да очень мило но знаешь может он сделает потому что боялся их когда думаю о том что брайану возможно прислушиваясь это пройти меня начинает тошнить да извини старая подушка динозавра взять бросить самодельный знак был занят декорированием когда им пришлось чё убежать наверное я не знаю с банка краски флаг флаг взять gs хрен его знает что такое самолет на гербе вышка меч и дом наверное домашняя работа по физике брайан работал над школьным проектом по физике про отражение радиоволн метод метеоритным дождем бедняк забыл свою домашнюю работу был довольно умный да он умнее многих взрослых болванов которых я знаю да считаешь меня болваном не считала но если подумать я вообще-то много все знаю прошу не утопи меня в своем океане знаний все эти годы я ждала человека такой мудрости который бы устроился на эту работу но так больше ждать не нужно дорогу еще раз назовешь меня дорогу тебе придется напрягать свой большой сексуальный мозг чтобы написать заявление об уходе да прошу прощения босс сообщить о школьной папке я нашел старую школьную папку брайан чертовски любил чего-то там немного странно что он оставил здесь только своих вещей может они торопились когда уезжали как как я и говорил его здесь не должно было быть да их чуть не засекли брайан любил выходить перилом вышки махать самолетом которые завали еще заливали водой пожары мне позвонили сказать что кто-то видел ребенка вдруг в двух тропах я соврала и сказал что это нет зачем а ребенку же не да 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 сюда сгнить мне нельзя если бы я их выдала они должны были бы уехать но мне казалось что я их так защищаю брайан от той дерьмовой жизни который вернул бы его нет да 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 точно не то чтобы вот короче понятно сообщить о плане возврата рюкзака помнишь я нашел рюкзак на второй день твоего пребывания здесь да я нашел план о его возвращении составленной брайаном уверенно он продумал весьма тщательно могу сказать что он похлеще планов вайлы и койота не знаю кто это такой взять давай посмотрим снаряжение доски от четырех до шести веревка одолжить камни 15 инструменты одолжить держать давай оставим себе все школьная работа по физике давай посмотрим брайан гудвин олимпиады для олимпиады по физике в гамильтоне черновой вариант мисси накнамара шестой класс 4 апреля в общем 86 говорящие метеориты как волны любительских радиоприемников могут использовать метеориты чтобы говорить с людьми далеко-далеко что если можно было использовать метеориты в атмосфере для того чтобы говорить с людьми находящимися далеко вы наверное думаете что это я просто придумывал но вы ошибаетесь метеоритные метеориты инопланетные камни прилетающие на нашу планету из открытого космоса могут быть использованы для отражения радиоволн что что позволяет использовать радиоприемник гораздо лучше, чем обычно. Сейчас вы думаете, окей, Брайан, это похоже на кино, типа полета навигатора. Но это фантастика. Вы ошибаетесь. Это правда. Это физика. Это возможно благодаря рассеянному отражению радиоволн. Мой проект доказывает, что рассеянное отражение волн от метеоритов существует. Но что же это такое? РОВ — это метод распространения радиоволн, использующий ионизированные следы метеоритов в нашей атмосфере. Метеориты, войдя в атмосферу, могут создавать плотный след из ионных частиц, которые может использовать оператор любительского радио для установления коротковременной связи с другим оператором, находящимся на расстоянии более 2400 километров. Это довольно круто. Я протестирую это небольшим разговором с папиным армейским другом, который живет в Ульбукерке, Нью-Мексико, 1600 километров от моего дома. Мы попробуем поговорить в обычное время, но моя гипотеза заключается в том, что это не получится, и нам придется ждать метеоритного дождя, чтобы наладить связь. Это мы с тобой оставим себе. Школьная папка, что у нее там есть? Читать. Папка, в которой были школьные материалы и отчеты. Предположительно, повреждена Брайаном Гудвином. Зачем? Почему? Давай оставим себе. Отколотый камень взять. Осмотреть. Ничего нету. Бросить. Ладно, хорошо. Давай, прыгай. Нет? Не хочешь? Треснувший камень. Использовался скалолазами, возможно. А и что? А как я выйти-то должен? Я не понимаю. Гнездо животного. Почему животного? Ну да, наверное. Так, я, честно говоря, немного запутался. Давайте, собственно говоря, на этом закончим, наверное, на сегодня. Опять же, нажмем F5. Встретимся с вами в следующей серии. А вы, естественно, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья. Комментировать видео, шарить видео. Что еще там? Советовать канал друзьям и так далее, и тому подобное. Вы все знаете, все умеете. Вы же все лидеры. Вы все личности, друзья мои. Помните об этом всегда. Забегайте на следующий летсплей и стримы. Если никаких форс-мажоров не будет, то стримим мы каждый вечер где-то с 18.00. Буду очень рад всех видеть. А на этом всем счастливо, ребят. И до скорых встреч.